Итак, друзья, мы сегодня поговорим о новом сериале, который называется «Жить жизнь». Сегодня поговорим о втором сезоне второй серии. Что же там было интересного? Подруги общаются наедине. Аня просит у Риты о помощи для Матвея, для восстановления его на работе. Подруга выражает мысль, что ей не стоит сюсюкаться с мужиком, потому что он, как минимум, должен быть для нее партнером, а не быть проектом, как она сказала. Но Матвея тем временем отдыхает в клубе, где подмечает знакомых пикаперов. Он решает сорвать им развод девушек, за что получает от них по голове неоднократно. Я чуть больше стал понимать, о чем же данный сериал, но не до конца, все равно посмотрев уже две серии второго сезона. Видимо, есть какой-то клуб пикаперов. Причем, в какой-то степени он, видимо, прикрывается этим, но при этом это реально там существует, судя по всему. Как сказала Аня Багинская, они ее чуть не довели до выпиливания, если вы понимаете, о чем я. И, собственно, она хочет их наказать, она хочет справедливости. Багинская замышляет засудить вообще клуб, как раз таки за доведение ее до вот этой вот психологической ситуации. Для этого встречается с опытным адвокатом, которые не советуют ей этим заниматься. Во-первых, она не сможет доказать это, опираясь лишь на совместные доводы. А во-вторых, этот замысел может обернуться для нее дополнительной опасностью. Аню ее доводы не останавливают, потому что она решает разыскать девушку, которую я видела возле клуба. В личном разговоре с Афией Багинская рассказывает о своих приключениях, но понимает, что девушка приезжала туда лишь по поручению начальника. Однако Мальце удается ее удивить. Она передает ей конверт с приглашением на выставку, организатором которой, если верить написанным, является Стас, который в прошлом сезоне вроде как погиб. Она попадает в ступор, когда выходит из него, не обнаруживает собеседницу рядом. Это на самом деле странно. То есть, бывали, это собеседница, да вроде как была, потому что конверт в итоге она это получила, но при этом как будто бы она не верит, что получила от этой девушки. И плюс этот конверт увидел Матвей. Так что, как бы, есть верификация того, что, по крайней мере, конверт она это получила. Гурама навещает адвокат, довольно такой импозантный мужчина, я бы сказал, то есть, довольно интересно он говорит. Вот хочется отметить просто по-актерски. Вводит в курс дела по работе со свидетелями преступления на стройке, а также оповещает, что главный из них, Владислав Корнеев, скрылся в неизвестном направлении. Гурамом больше всего интересует имя человека, стоявшего за этим планом, поскольку становится все более очевидным, что богинская была ли, была в его руках лишь разменной монетой, пешкой. Тем временем, Аня рассказывает дома Матвею о полученном приглашении на выставку и ловит флешбек, что видела Эдконверт ранее, когда пришла в себя. Матвей вынужденно признается, что спрятал его, чтобы не травмировать ее психику после проведенной операции. Казалось бы, во спасение, но это ее не устраивает. Богинская возмущена. Матвей человек тоже кричит на нее, ответ, когда она успокаивается, приходит к выводу, что Стас действительно может оказаться жив. Смолин тоже получает приглашение на выставку, нервно рассказывает Ритя, свое недоверие, и направляет ее проверить организацию данного мероприятия, причем попытался физически на нее воздействовать. В итоге она его взяла за кукушки, и он такой типа лапки кверху. Собственно, что могу сказать, сериал какой-то новатый, если честно, не знаю, на какую аудиторию, но мне не совсем, видимо, подходит. Честно, какой-то вот специфический он сериал. Возможно, надо все-таки смотреть сериал с первого сезона. Ребята, подписывайтесь на все наши другие каналы, другие соцсети, все ссылочки из в описании, тем более есть там дополнительный контент, дополнительные ссылки в описании, в том числе и насчет этого сериала. Поэтому, ребят, можете, как говорится, первый сезон снимал на чате, если вы вдруг не смотрели первый сезон, потому что что-то со второй, сейчас смотрю, посмотрю вторую серию, очень все как-то странно. И вот эти, знаете, интерьеры, скажем так, вот этой вот квартирки, в которой живет Анна, богинская, очень мрачные, если честно. То есть, такие белосерые тона, сам, там тот же Матвей какой-нибудь, или его там эти пикаперы, в черном, ну какой ты, ну, это, знаете, такой, по-моему, скандинавский стиль, если я ничего не путаю, он очень унылый, скучный, если честно. Ну, кому-то он очень нравится, такой, типа, блин, это так стильно, это классно. На самом деле, это очень как-то уныло, очень уныло и депрессивно, если честно. Это все выглядит, мне не нравится, если честно. Мне нравится все-таки, чтобы был цвет, было какое-то, какое-то разнообразие красок в интерьере, а не чтобы вот так было. Понятное дело, что, например, какой-нибудь, а-ля, цыганский, и так далее. То есть, тоже это перебор просто, или просто, чтобы все сверкование. это что-то, баланс, баланс, мне кажется, баланс между цветами, между, какими-то, может быть, ну, спокойными оттенками тоже. Но при этом, когда вот все черно-белое-серое, не очень. Мне лично не нравится такой стиль. Это просто то, что я вот замечу по картинке. Опять же, вот этот вот, например, актер, который играет одну из главных ролей в этом сериале. Честно, я вот его вообще что-то не знаю. Кто он, что он такой? Это Роман Васильев, оказывается. Он онколог и пластический хирург. Оказывается, отказывается. Он как раз-таки сделал эту операцию по вырезанию какой-то опухоли. Ладно, и, видимо, прошла операция успешно. Опухоли теперь у меня нету. Ну что, за опухоль была? ТЗ. Честно, не знаю. Значит, Роман Васильев, 94-го года рожден, он оказывается. Ему, получается, 9 сентября исполнилось 30 лет. Честно, выглядит он вот, так сказать, идеально, что ли. то есть, ну как-то вот, не знаю. Такая очень интересная внешность. Такая, я бы сказал, модельная внешность у него, пожалуй. Модельная внешность. Но где он же играл? Честно, я вот что-то не могу нигде его вспомнить. Контейнер 3, я тоже не смотрел, Императрицы. Понятное дело, что первый сезон, контейнер, идентификация, бедный олигарх. А, вот где я его видел. Максом там сыграл. То есть, вот что-то где-то, видимо, все-таки я его видел, но там у него небольшая роль, мягко говоря. С небес на землю, Лебединое озеро, Елизавета, Ошибки молодости, Московский роман, Ищейка 5, Кэштег С-училище, Оленист, Лучше, чем люди. А, кстати, Лучше, чем люди. Я, по-моему, смотрел этот сериал. Девочки не сдаются. Ну, короче, у него не то, что прям супер много ролей, которые, по крайней мере, я видел. Но на самом деле, на самом деле, у него в 24-м году вот Жизнь-жизнь 2, Анна К. В производстве находится знакомство родителей с любовь Советского Союза. То есть, раз, два, три, четыре. Четыре роли, неплохо. Две главные роли. Даже на 25-й у него уже есть в производстве две картины. Пророк, история Александра Пушкина и момент истины. То есть, у него прям поперок, как будто бы актерская карьера на шоу, видимо, тебя, показал себя. Но, какой-то, вот он очень тоже холодный актер. То есть, он, безусловно, ну, выглядит модель. Ну, то есть, выглядит идеально, можно сказать. Но он холодный. То есть, нет ничего зацепиться. Вот не цепляет его внешность. Как будто бы харизмы, что-либо, не хватает. Не знаю, сложно это объяснить. Сложно объяснить. А что по Любови Аксеновой, которая, собственно говоря, играет главную роль, сколько же ей лет? Она немножечко постарше. Она 90-го года рождения, между прочим. Ей, получается, уже исполнилось 34 года. 34 года, они, ну, так уже прилично. Юрия Чурсин, даже не буду брать во внимание, то есть, ему там уже за 40. Дарья Мороз, вот еще мне интересно. Дарья Мороз, 83-го года рождения, то есть, ей, получается, уже 41 год исполнился, 1-го сентября, между прочим. Честно, я не фанат этой актрисы, совершенно. Но, кстати, вот сериал есть под ее, скажем так, непосредственным участием. Как же называется-то? Сейчас скажу. На самом деле, сериал классный. Классный, хоть я не до конца его досмотрел, но я считаю, он классный. Это секс до и после. Это такой, знаете, сериал, где вот рассказывается про разговоры до и после. Смотрите. Это довольно интересно, на самом деле, с этой точки зрения. Смотрите. Необычный, слегка даже необычный сериал. Тоже такой, с точки зрения, как бы картинки и какого-то, знаете, эстетического момента, ну, такой специфический. Но при этом, с точки зрения диалогов, он прикольный. Он интересный даже, я бы сказал. Вот, неожиданно. И там, в собственности, у меня есть определенная роль, но она, по-моему, как сценарист, продюсер этого, или режиссер, не знаю. Но, в целом, да, она, безусловно, приложила серьезную, серьезную, такой, знаете, эффект от нее. В этом сериале, конечно же. В общем, огромное спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. Также, пожалуйста, поддержите нас финансово по ссылке в описании. Либо оформите спонскую подписку на наш канал. Огромное спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... 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 Продолжение следует...